Всем привет! С вами вновь инженер-электрик Экимов Игорь. Представьте ситуацию. Вы заселились в новостройку. В спальне на входе стоит двухклавичный выключатель. Возле кровати стоит розетка с заземлением. Но вам хотелось бы, чтобы была возможность включать освещение в комнате, как у входа в комнату, так и возле кровати, чтобы можно было выключить освещение перед сном, не вставая с кровати. Штробить стены не хочется, ведь это уже серьезный ремонт. Это грязь и трата денег. Но решение этой задачи есть. Я вам сейчас его расскажу. Продолжаю цикл видео по нестандартной схеме подключения проходных выключателей. В этом ролике я реализовываю эту схему на практике. Ссылки на прежние ролики вы найдете в описании. Если вам интересна информация по электрике, то подпишитесь на канал. И вас ждет еще много интересных решений по электрике. Что нам нужно сделать, чтобы поставить дополнительный выключатель возле кровати без трабления? Для этого нам достаточно, чтобы у нас был доступ к распаечной коробке. Обычно люстра и выключатель новостройки подключен по стандартной схеме. Стандартную схему подключения двухклавичного выключателя для управления двумя группами ламп вы видите на слайде. Обращаю внимание, что провода, управляющие освещением, заходят в коробку. Для апгрейда схемы нам это также необходимо. Кратко опишем, как работает данная схема. Фаза поступает на подводящий вывод двухклавичного выключателя, который коммутирует подачу фазы на светильник. С отводящих контактов выключателя фаза поступает на светильник через распаечную коробку. В зависимости от положения клавиш выключателя, фаза подается на одну или другую лампу светильника. Или на обе лампы сразу. Но освещением мы можем управлять только выключателем возле двери. Теперь рассмотрим, что нам нужно сделать, чтобы включать освещение с двух мест. При этом сохраним розетку возле кровати. Она может нам пригодиться для подключения ноутбука или зарядки телефона. На слайде приведена модернизированная схема подключения выключателей и розетки в спальне. Вместо розетки ставим блок, состоящий из проходного выключателя и розетки. Вместо двухклавичного выключателя ставим проходной выключатель. Перекоммутируем распаечную коробку и наша цель достигнута. Мы можем управлять освещением комнаты возле входной двери и возле кровати. Розетку возле кровати мы оставили. Обращаю внимание, что сейчас многие производители выпускают такие блоки, которые можно поставить в один подрозетник. Это позволит установить розетку и проходной выключатель без установки дополнительных подрозетников. При желании мы можем также подключить розетку возле двери, подключив вместо проходного выключателя блок из выключателя и розетки. Особенности новой схемы. Мы можем управлять только одной группой ламп, а не двумя. В данной схеме я объединил две группы ламп в одну распаечной коробке. Большинство людей не пользуются этим разделением на две группы, просто включая сразу обе клавиши. Да и современные люстры на три и даже четыре группы ламп могут управляться одноклавичным выключателем и могут быть подключены по нашей схеме. Также у нас в розетке уже не подключен заземляющий контакт. Но в ноутбуке, зарядке телефона и в большинстве других приборов, которые мы можем использовать возле кровати, заземляющий контакт не используется. Кратко рассмотрим работу схемы. Фаза и ноль подключены на боковые контакты проходных выключателей и розетки. Средние контакты проходных выключателей подключены к светильнику. В случае, если на один контакт лампы подана фаза, а на другой ноль, лампа горит. Если на оба контакта лампы поданы или фаза, или ноль, то лампа не горит. Более подробно работу этой схемы я описывал в первой части серии роликов про нестандартную схему подключения проходных выключателей. Ссылку я дал в описании. Чтобы первым узнать о новых роликах по схемам подключения розеток выключателей и других приборов, то подпишитесь на канал и жмите колокольчик. Это моя авторская схема. Она реализовывалась мной на практике и уже много лет работает. За что мои клиенты остались благодарны. Поделитесь данным роликом с друзьями, если вы считаете, что им эта схема будет полезна. Свои вопросы и предложения по работе схемы пишите в комментариях. Также предлагайте темы для новых роликов. Поддержите канал лайком и до встречи в новых видео.